Кашлинская Гунина, конечно же Нет, но дело в том, что мы с тобой совершенно на Коми Б5 не видели ответа H5 А потому что мы уже не Валя Гунина Валя нашла ход, да, сильный Да, вот после Коми Б5 казалось, что горе Но вот ход H5 немножко разрушает вот эту гармонию белых Последовало взятие на G6 И теперь можно пробить на B5, да? Темп какой-то, или что? Казалось бы, да, но она не пробила на H5 Она сыграла H6 А в чем тогда бонус хода H5? То есть по сравнению с немедленным ходом H6, да? Да, да, непонятно, да Пешку отдали, нет, наверное, какой-то смысл в этом был Нет, нет, там Конь F8-то с темпом А, потому что потом Конь F8 будет с темпом Да, 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 просто взял на F8, Конь F8 Но правда белые все-таки немало откушали пешек Ладья F3, и Черный Король по-прежнему находится в трудном положении Ну да, но все-таки у нас в наших вариантах он был проигран Это все-таки война, это война Да, это война еще, да Да, две фигуры за ладью, это хорошо На D4 подвисает Ферзь F4, но белые постоянно терроризируют в черных плане короля, да? Да Ферзь E8, ну, H5 Вот белые начинают надвигать пешки Может быть, как-то вскрыть черного короля Но смотрите, как очень цепко защищается Валя Гунина Валентина играет замечательно, молодец Позиция была практически безнадежная, вот так по ощущениям По-человечески казалось, что очень плохо А сейчас она настолько осложнилась, что ясно, что на победу играют не только белые, но, пожалуй, что и черные Валя в цепноте находится, а у ее соперницы, насколько я могу судить, времени достаточно 17 минут На два хода На два хода Но если сыграть G4, может быть, черные могут сыграть конь H7 Как-то конь через G5 выползает Собственно, какие здесь могут быть проблемы у черных, я пока не могу понять Не, ну, мне кажется, проблема, что их атакуют все-таки основная Нет, ну, вот как после коня H7, как их атакуют, я, честно говоря, не понимаю Пешка на H6 идет пока Пешка на H6, слон G5 взяли на H6 просто Ну, не сразу, значит, она идет Ну, вот именно, что у черных появляется масса времени Вот то, что у черных есть масса времени для защиты И по материалу они стоят, в общем-то, не другое Ну, да, ну, конечно, это жизнь Это несмерть, да А что последовало? А, по-моему, слушай, по-моему, она пошла сразу H6 А, вот это правильно, вот не допускает конь H7, конь G5 Молодец Вот это Алина сыграла правильно Правда, надо считаться с ходом конь G6 Надо считаться с ходом конь G6 и что дальше? Ну, как минимум, можно на E3 уйти, тоже ничего не случилось пока На E3? Ну, пешку же мы не отдадим, мы же не пойдем в ферзь G4 А я конь H4 еще ход предложу, на всякий случай С идеей конь F5 и взять эту пешку И все хочу съесть с темпом Ну, да, там надо конь G6 сыграть Давайте посмотрим, куда отступает ферзь-то H6, конь G6 Может быть, на ферзь G4, вот пройдет ли ход GH на ферзь G4? Вот это ключевой вопрос Если пройдет, то когда он победу начнет играть черными уже, да? Валентина Ну, пока не видно Ну, что, ладья G3, ну, король G7 пошел Ну, король G7 встал, да Нет, нет, здесь, мне кажется, надо отойти, чтобы пешка не терялась Нельзя пешку отдавать на H6 Ну, ферзь G3 тоже GH, понимаете? Просто GH Ну, можно ферзь D2 пойти, тоже ничего не случилось Но ферзь H2 тоже не решает, по-моему А, нет, ферзь H2 это ход похитрее, да На конь H4 Конь H4, там H7 какой-то есть Да, может быть, ладья H3, может быть, ладья G3 Там все-таки, да, вот ферзь H2 ход хитренький такой Но мне не нравится, как он стоит, этот ферзь на H2 Ну, стоит, знаешь, он зачем? Для того, чтобы съесть на G7 Да, пока ему съесть на G7, да, просто Ну, что, может быть, ферзь H2 ход не дурной А вот, еще раз повторяю, на ход ферзь E3 какой-то ход трюк такой Конь H4 нашелся Да, просто трюк Да, видите, ладья под боем На ладья G3 еще и добавят конь F5 На ладья H3, может быть, конь F5 Вот, если задвин пешку на H7, то она там совершенно безопасна для черных Здесь, опять-таки, у черных порядок Так что, вот, но в цитноте, дорогие друзья Сейчас же остался один ход, сороковой То есть, цитнот Вали Гуниной Закончится ровно через один ход Ну, ты понял, что, знаешь, есть какой еще план Не знаю, на сколько он работает, тут можно посмотреть Ферзь G4 пойти Чтобы на GH пойти Попробовать ладья H3 Попасть на пешку Так И, скажем, на король куда-то F4 попробовать выдвинуть ее Ф4, ферзь F7 Ну да, хочу вот как-то попасть Продавить F5 Там не висит, да? Ну не просто, а просто на F4 своя тоже висит Ну да Ферзь H5, ферзь F4 Ну G3, значит, он пойти Ж3, ферзь F5 Ну, я не уверен, что белые занимаются праведным делом Ой, я тоже не уверен Ну да Ну хочется как-то создать какую-то атакующую группировку Да, вот видим сейчас Валя держит маску невозмутимости на своем прекрасном личке Но не всегда ей это удается Ну может быть, ферзь D2, да А ферзь D2 тоже конь H4 Ну да, но я хотя бы ничего не потерял Конь H4 Где-то, ну, ладья H3, может быть Ладья H3, да? Да Или C3 А я ферзь G6 сыграю, на мат нападу А мы ладья G3 А вот здесь ладья G3, да? Здесь мы ладья G3 А я ферзь B1 Все-таки ты хочешь в пристать А потом конь F5 Вот это такие танцы, знаете, здесь Танцы, танцы с бубнами Есть что просчитаться, да? Танцы с бубнами, да, у нас тут наблюдаются Ферзь C1 на 3 Нет, ну это, кстати говоря, слишком глубоко, да-да-да-да Может быть, так и есть Ну и так, надо отступать максимально Либо на H2, либо на C1 Да Да, вот методом исключения Методом исключения мы нашли максимально сильную Там поскольку они в 5 на D4 еще будут висеть Кстати говоря, непростой сейчас выбор у Алины Но у нее, правда, есть время, чтобы все просчитать Да, у нее есть время, она все может сосчитать Ну давайте оставим ее в покое Она может здесь сейчас 10 минут подумать Не будем же мы 10 минут тоже об этом думать Тем более, что Александр Костенюк, по-моему, добивается решающего перевеса Саша Костенюк, у нее две лишние пешки Даже страшно И одна из них, по-моему, уже 7 Страшно узнать, как это произошло Да, она на королевском фланге Смотрите, как надвинулась Вот сейчас диаграмма, если у нас есть на экране Она, несмотря на отсутствие ферзей, продолжила яростное наступление на королевском фланге Ох, как здорово Это здорово и тактически, потому что проблема черных И с позиционной точки зрения Потому что вскрытие игры все равно играет на руку в стороне, у которых есть много слонов Взяли, взяли, F5 Ну, просто классика жанра Все, что делает Саша, это просто все очень-очень хорошо Ну, просто лишняя пешка, позиция выиграна Правда, все-таки черным удалось разменять одного слона Но для этого еще пришлось заплатить цену То есть пешек стало 2 Ну, вот трудно поверить, что такие позиции спасаются Я думаю, что мало кто в это тоже может поверить У меня есть такое предложение, дорогие друзья Сыграть ладья H3, отдать эту пешку Да, да, да Дело в том, что если король бьет G7, то просто Все-таки пойти ладья H5 Ну, просто ладья H5 или ладья E3, неважно Просто получается пешечное окончание с отдаленной проходной А что хотят белые? Они хотят сыграть ладья H8 и опять-таки вернуться к этой идее На король G7, ладья H5 И вот что после ладья H3 делать? Ну, там где-то надо конь G4 не попасть под какие-то... Конь G4, ну, допустим, король F3 Сразу сдался, да Ну, честно говоря, позиция не заслуживает такого уж прямо... Б4, ну, ушел на B2, ничего не изменилось Опять-таки угрожает ладья H8 Я не вижу защиты от ладья H8, дорогие друзья А я нет Ну, вот из зала предлагают ладья D3, но там конь G5 караулит, да Ладья E3 и конь G4, да Ладья E3 и конь G4, вот не надо зевать, да Зевать не надо Ладья H3, по-моему, сразу побеждает Ну, ладно, пусть сама подумает Ну, да, сейчас я говорю Александру, я верю в нее Так, закончилась партия Чарочкина Чарочкина из Бладнорук, ничью она закончилась вечным шахом Ну, здесь, на самом деле, мы ничью-то ждали уже давно Но давайте отметим яркий удар, который был нанесен Так Вот позиция, ну, давайте уже не будем вспоминать, как она возникла Позиция выглядит очень тяжело для белых Потому что в центре у них крушение И последовал жестокий удар Ладья A бьет F7 Черного короля за ушкода на солнышко У белых не хватает ладьи, но Черному королю некуда скрыться Ну, да, если сыграть Король G5, тогда ферзь G3 Король H6, ферзь H4 И по новому кругу пойдет король Да, просто ничья получается, дорогие друзья Вот немножко походили, походили Согласились на ничью Ну что, Чарочкин у нас пока королева ничьих Да, это очень редко В данном случае И кто у нас остался? Косинцева против Ковалевской Косинцева играет с Ковалевской Там, Сергей, все по твоему прогнозу Легкие фигуры оказались разменены Да, перевес у белых сохранился Ну и Черных, по-моему, не ухудшилось Позиции, да То есть, ну, как бы Катя держит Оборону Ой, Катя держит Катя держит Но вот даже без пешки Д3 у белых было бы поприятнее Но с пешкой Д3 точно уж получше Ну, как ты говорил Длинный, длинный перевес Блестящая играет Алина Кашлинская Она С другой стороны, как и С другой стороны зашла С другой стороны зашла Пошла Ферзь С1 Ну, правильно Вот этот ход мы уже к нему пришли В том-то и дело Так я же про это и говорю Итак, после КЖ6 Последовал Ферзь С1 КНЖ4 Ход читал Солодья Б3 Да, и теперь нет хода Ферзь Ж6 Солодья Ж3 Это очень сильно Нет хода Ферзь Ж6 Это очень важный момент Зависает пешка на Б7 Очень не хочется отдавать эту пешку Ну, наверное, и не надо отдавать Ну, может быть, просто сыграть Б5 пока Конечно, Б5 надо пойти У меня, правда, немножко тревожит Какое-то возможное вторжение Ферзя на С8 Как-то Ну, черных слои, наверное, контур Шансы есть, да Да вот, трудно довольно шансы этим найти Я просто хотел на Ж уже выскочить Ферзь Ж6, понимаешь? Ну, да Вот, а Не знаю, как-то меня Ферзь на С8 Очень смущает Он Он такой довольно неприятный товарищ Там весь Ферзь Фланг сейчас может упасть Да, в принципе, и взять и на На Ж7, я думаю, тоже Не дурное решение Ну, да Они, кстати, ради этого все это делали Чтобы разменять пешку H на Ж Но сейчас соперницы явно задумаются Всерьез У них полчаса У них много времени Потому что контроль прошли 40 ходов Ну, надо отметить, что Инициатива остается у Кашлинской Хотя нестандартное материальное соотношение Дает черным еще какие-то шансы Например, конь может пойти на F5 А такую пешку на D4 То есть В любом случае Это тоже все-таки какой-никакой ресурс А белым, конечно, надо попытаться все-таки черного короля Вовлечь в игру Так, кого мы еще не смотрели Значит, у Касинцевой стойкий перевес Ковалевской Горячкина Кованова Ну, тут, наверное, ничья все-таки, да? Ну, упустила весь перевес Горячкина на выходе из дебюта Здесь, кстати Король G6 А вот если сейчас черный король активизируется Ну, сейчас, да, можно еще постоять немножко белыми Я бы уже черными, пожалуй, проиграл на победу Ну, конечно, когда король-то выходит Король выходит очень быстро Да, да Здесь структура у белых очень уязвимая Да, вот и король идет И пешка аж как-то таранит Не знаю, мне кажется Ну, ну, можно там, если побаиваешься король G4 пойти Да, уж он никуда особо пока не выходит Король G4 шаг есть неприятственный А если ладья G4, ладья C2 Король F3 просто H5 пошел Король F5 где-то Ну, да, ну, там тоже все-таки подпривязан Попробовал F6 сыграть Не знаю, уже черными довольно Я бы черными играл эту позицию, да Похоже, что Кованова немножко как-то передавливает постепенно Сашу Горячкину Вот в действиях Горячкиной чувствуется усталость После ее чемпионата мира среди девушек Как-то не хватает энергетики явно девушки Она даже получает прекрасные позиции Или вот как вчера была ничейная позиция И она как-то умудрилась ее проиграть Ну, с другой стороны, она все-таки тоже первый раз играет В настолько взрослой компании Все-таки огромная разница между Ну, не первый раз, да, чемпионат Европы она тоже играла Но большая разница между юношескими и Или девическими, да, в любом случае Ну, она еще Кубок России выиграла Да нет, она на самом деле уже достаточно опытная Она даже в мужских турнирах уже играла, так что нельзя Она в конце С играла, но очень неудачно, да, один раз Ну, там играла с гроссмейстерами, мужчинами Это тоже очень непросто Так что опыт какой-то имеется Мне кажется, что ладья С2 Так, дорогие друзья, вот это важный момент Значит, Горячкина вчера проиграла пешечное окончание И сегодня снова стремится в пешечное окончание Так, ну, нет же у нее боязни пешечных окончаний вообще Ну, давайте посмотрим Давайте посчитаем пешечное окончание в первую очередь Король Ф5, король С3 единственный Вот, Ж4, Б4, А3, А2, А4, Ж3 И побежали Нет, она все-таки надеется на ферзевое окончание Так, ну, компьютер вот просто прервал полет фантазии Нет, давайте, давайте, раз уж фантазировать, так фантазировать Конечно, надо сначала всегда прямой же вариант посчитать, правильно? Взяли, взяли, провели Там будет ход белых, но спасутся ли они, вот я не знаю Там пешка на Ф4 подвисает Вот, обычно, кто первым проводит ферзя, у того есть инициативы Но здесь немножко и другая ситуация Вот я не уверен, что здесь белым так уж сладко Ну, а, Ж4, А4, чем уж так грозят черные? Я пошел в Ф4, и все Ф4, Б4, да? Ты же не грозишь там ферзем съесть эту пешку Ну, давай я буду грозить Ф4, Ф1 сыграл Ну, король А5, ты будешь грозить? Там не пройдет? Король А5, ем Нет, как раз король А5-то король остается на линии На линии огня, да? Да, может быть, король Б3 сыграть? Ну, даже здесь можно сыграть Там можно король Е5 успеть просто Там свои проблемы, да Так, так, и король неожиданно в квадрате Но здесь-то черные точно выиграли Так что, вот эта позиция, ну, представляет определенную трудность для черных Что? Ферз Ф8, прекрасный ход Прекрасный ход Прекрасный ход А я на этот прекрасный ход отвечу Ферз Е4 шах Ну, да, тут Король Б3? Не, ну, ясно, что сложности только у белых здесь могут быть Ну, можно Ферз Е6, да, защитить Можно попробовать посмотреть вот эти разменчики всевозможные, да? Ну, так или иначе, видимо, у черных все-таки шансы Ну, бояра пошла, ладья Д5 Она решила, что это... А, она, то есть, считает, что... Нет, она говорит, перчатки попозже сейчас надо, пока... Пока ладейный Пока ладейный и... А вот, не знаю, вот я не уверен, что она правильно сыграла Может быть, не верно, конечно Вот не знаю, не знаю Может, где-то путаем здесь Нет, может быть, мы вариант не тот привели, да? Может быть, после взятия на С2 Давайте посмотрим Может быть, ну, действительно, вариант-то, ну, принципиально важный, да? Так, король Е5, белые, конечно, могут попытаться... Да нет, они не могут Не успевают, да То есть, на королевский фланг они просто не успевают То есть, тот вариант, который был приведен, он, видимо, просто... Ну, с идейной точки зрения, самый логичный Но спасаются ли там белые, я не знаю Итак, последовала ладья Д5, король Е4 Здесь у белых есть большая радость в их жизни Они не пустили короля на Е5 Это огромная радость Непередаваемая просто Выигрывает Александр Костенюк Теперь, если король Х5, то Х3 И никто никуда не прошел Все, признал свое поражение Если черная ладья уходит с Д5, тогда ладья С5, да Наталья Погонина Все было по предсказанному сценарию То есть, ладья Х3, король Ж7, да Ну, давайте все-таки покажем, да, как уж Давайте Итак, Костенюк молодец На Б5 она действительно сыграла ладья Х3, король Ж7, ладья Е3 Ну, все абсолютно логично, но это все хитрости для второго разряда, на самом деле Таким образом, экс-чемпионка мира, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк А не придет ли она к нам в шатер? Я надеюсь, что придет Нам надо послать за нею гонца Гонец за ней послал Если силы вводят, то придет Вот Она выиграла у действующей чемпионки России Натальи Погониной Важную очень партию И таким образом она опять в игре Вот здесь очень важно, дорогие друзья, что все, кто сегодня отыгрался Как говорят профессиональные игроки, отмазался Те молодцы, те в игре Всего-навсего два тура прошло из девяти И выйти на стартовую позицию Сегодня это удалось сделать Яну Непомнящему Удалось сделать Александре Костенюк И вполне вероятно, что это удастся сделать Антону Шамоеву Хотя он и осложнил себе задачу Давайте посмотрим, как Шамоев действует Давайте посмотрим, да, Антон Шамоев Король Е8 так бы не сигнал Как он пошел, прости, я не обратил Но после короля Е8 начались шахи, да? Да, шахи, шахи, шахи Так, смотрим диаграмму Подожди, у них там цит-нот какой-то жуткий Комь Б5 Записываются в пулеметной скорости Между прочим, на нападение очень серьезное, да? Сейчас, нет, все-таки посмотрим, да? Конь Б5 Сейчас, минуточку Вот конь Б5, вот здесь угрожает много чего Ферзь Д5, да что ж такое-то? У меня не получается, мышка не попадает Ферзь Д5, черный создает контур-угрозу на Ж2 Шах на Ж7 Конь С3 неожиданно Ферзь Д4 Такие, ну, типично цит-нотные маятники начинаются Да, Александра Костенюк сейчас к нам пришла Поздравляем ее с...